В Югре особое внимание уделяют и безопасности школьников. В образовательных учреждениях Сургута активно внедряют систему безопасный вход. Турникетами и металлодетекторами оборудованы уже 25 школ. Еще столько же объектов образования получат дополнительную систему безопасности. Помимо этого для школьников выпустят единую карту доступа. Она станет мультипропуском школы, спортивные секции и учреждения дополнительного образования. С помощью карты также можно будет расплачиваться за проезд в автобусе. О новых технологиях безопасности расскажет Елена Каткова. Работа это на просто, прикладываем и проходим в школу. Вообще система это сделана для того, чтобы в принципе обеспечить антитеррористическую безопасность. Проникнуть в школу, скажем, злоумышленнику будет практически невозможно. Зато и школьникам теперь на занятия не опоздать. Новая система безопасности автоматически фиксирует время прихода каждого учащегося. Всего за 2 секунды на экране появляются фото и данные входящего. Сейчас будут вводиться более защищенные карты по протоколам МАЙФАР. Их уже, они наравне с банковскими картами, их поделать уже практически невозможно будет. Родители школьников по достоинству оценили новую пропускную систему. Ребеночек пришел, он в безопасности, его встретили как педагоги, сверились его данные. И родитель, конечно же, в свое успокоение получил смс-оповещение, что ребенок находится в данном учебном заведении. Также при выходе из этого заведения получается такая же смс. Это не может не радовать. В Сургуте уже более 20 школ и дошкольных учреждений оборудованы такими пропускными системами. До 1 сентября еще в 20 образовательных учреждениях установят турникеты и рамки металлодетектора. На эти цели предусмотрено около 13 миллионов рублей. Понимаем, что те требования, которые сегодня предъявляются к образовательному процессу, к оснащению наших школ, системами защиты, системы антитеррористической защищенности объекта, абсолютно соответствуют, потому что она не дает возможность ограничить доступ в образовательную организацию несанкционированных лиц, лиц, которые не имеют права входа на данный объект. При этом в чрезвычайных ситуациях турникеты препятствием не станут. К примеру, в случае пожара рамки автоматически разблокируются. Это позволит свободно эвакуировать учащихся.